Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Натальи Белышева. Игры спецслужб. За что детективы НАБУ задержали сотрудника службы безопасности Украины? Тарифный бунт. В Днепре жители многоэтажек угрожают перекрыть центр города. Чего требуют? Убийство в стиле 90-х. В Херсоне расстреляли известного бизнесмена. Кого подозревают? Очень тепло, но не очень эффективно. Макрону в Вашингтоне устроили небывалый прием. Почему? Результатов минимум. Виновен. В Дании осудили изобретателя за убийство журналистки. Сколько дали? Украинские дороги самые опасные в Европе. Ежедневно в ДТП погибают 11 человек. Такую статистику на заседании правительства привел премьер. Как власти намерены бороться с этой проблемой, знает Павлина Василенко. За три года отечественные дороги должны стать менее аварийными благодаря специальной госпрограмме безопасности дорожного движения. Ее приняли еще летом прошлого года, но лишь в этом году нашли деньги для реализации. Вдумайтесь, мы имеем порядка, за новыми цифрами, порядка 11 смертей щоденно на дорогах в Украину. Это катастрофическая потеря для нашего государства. Мы имеем десятки тысяч щоречных дорожных транспортных пригод. И в принципе сегодня для нас важно, чтобы мы начали противодействовать реально и подвищивать безопасность на украинских дорогах. Раньше у нас не было денег на это. В этом 2018 году мы выделили на эти цели 2,6 миллиарда гривен из всех дерев. К вопросу подошли по европейским лекалам. Будут менять старую инфраструктуру. Запланировано построить 500 новых развязок с круговым движением и столько же островков безопасности на въездах и выездах из населенных пунктов. А также почти 8 тысяч безопасных пешеходных переходов. Намерены бороться и с перегрузом на трассах. Уже разработали законопроект о взаимной ответственности за перегруз фуры и компании-перевозчика из склада, который отгружает товар. Вантаж, они звездки же не берутся. Если ты можешь завантажить 40 тонн, завантажив 40 тонн. Чего ты завантаживаешь 60 или 80? Значит, остановили эту машину. Будь ласка, штраф заплатили. И элеватор, который перевантажил, а карьер, который перевантажил автомобиль, будь ласка, тоже заплатите такую же зеркальную цифру. И вот эта ответственность сразу, мне кажется, будет иметь превентивный характер. Глава правительства также отметил, что дальнейшее развитие логистических возможностей Украины должно стать толчком для развития экономики страны. Владимир Гройсман поручил руководству «Укрзалезницы» еженедельно отчитываться о ситуации с перевозкой пассажиров и грузов. Если «Залезница» не будет способна обеспечить перевезение товаров и других вантажей, которые производит национальная экономика, або которые нужны для того, чтобы национальная экономика взросла, то «Залезница» будет тромбом с точки зрения экономического роста. И это огромная проблема. Теперь остается другая проблема – тяга. Чем перевозить эти вагоны? Также железная дорога обещает возить пассажиров в чистых поездах. Новые клининговые компании приступят к работе на майские праздники. Премьер предложил руководству «Укрзалезницы» также проконтролировать процесс уборки, причем лично. Павлина Василенко, Владимир Самченко. Подробности – телеканал «Интер». Прибыль «Навтогаза» за минувший год почти сравнялась с прибылью «Газпрома». В 2017 году доход компании составил почти полтора миллиарда долларов. На чем зарабатывает «Навтогаз», если значительной добычей собственного газа похвастаться не может, разбирались наши корреспонденты. Показатели прибыли бьют рекорды. Только за прошлые годы, исходя из отчета, который попал в руки журналистов, доход «Навтогаза» увеличился на 48% и теперь составляет полтора миллиарда долларов. К слову, российский монополист «Газпром», работая на международном рынке, смог наторговать всего лишь на 150 миллионов долларов больше. Впрочем, уверены эксперты рынка, такое экономическое чудо, не подкрепленное собственной масштабной добычей, объяснить легко. Это прямый наследок увеличения тарифов для населения. «Навтогаз», чтобы вы понимали, предлагаю поднять их еще на 60%. Наверное, все-таки, можно сравнивать с такой величайной компанией «Газпром». Это, в принципе, один из самых больших, чем называется, самых больших добавок природного газа в мире. Догонять «Газпром» по прибыли «Навтогаз» намерен очередным поднятием тарифов. Уже с июня монополист просит у Кабмина поднять расценки для населения, при этом снизив льготный лимит. В его пределах НАК предлагает оставить тариф на уровне 7 тысяч гривен за тысячу кубометров. В случае превышения минимального показателя придется платить уже 11 тысяч гривен, а с октября почти 11 с половиной тысяч. Эксперты утверждают, что «Навтогаз» намерен уравнять цену для населения и промышленности. В итоге вся нагрузка ляжет на госбюджет. При этом у «Навтогаза» есть все возможности безболезненно снизить стоимость газа. Тарифы можно снизить порядка вдвое. Мы говорим о том, что 3,5 тысячи гривен – это абсолютно подъемная цифра. Это моментально перестанет идти нагрузка на бюджет в виде субсидий. Да, это станет скромнее финансовый поток в пользу НАК «Навтогаз Украины». Его руководству придется ужаться с точки зрения зарплатных аппетитов и премиальных. Свои зарплатные аппетиты руководство «Навтогаза» показало еще в прошлом году. К слову, только в 2016-м глава компании Андрей Коболев задекларировал доход в 20 миллионов гривен. А вот официально отчитываться перед украинцами о своей зарплате в 2017-м он не намерен. Учитывая, что по закону управления «Навтогаза» может и не афишировать перед простыми украинцами, свои миллионные доходы и премии, можно лишь догадываться, какие именно суммы они заработали в прошлом году. Андрей Кровец, подробности, телеканал «Интер». Почти 50 тысяч долларов, наркотики и патроны. Все это добро было изъято у сотрудника СБУ, пойманного на взятки. Об этом рассказал глава НАБУ Артем Сытник. Деньги представитель спецслужбы требовал от людей, которые незаконно получили вид на жительство в Украине. По мнению Сытника, это задержание поясняет, почему один из департаментов СБУ пытался сорвать операцию антикоррупционного бюро в отношении чиновников миграционной службы. И вместо того, чтобы перетянуть до возможности работников миграционной службы, которые пришедут к выготовлению этих фейковых документов, особа брала по 3 тысячи долларов с каждой особи, которая на основе фейковых документов проживает на территории Украины. Военные пенсионеры протестовали сегодня в Киеве и в Ужгороде. Несколько тысяч человек вышли на улицы, их не устраивает размер пенсии. Какие выплаты, по мнению несогласных, были бы справедливыми в этой ситуации, разбиралась Юлия Жешко. У здания Минсоцполитики не протолкнуться. Возле ведомства собрались бывшие военные. Требует пересчета пенсий и льгот. Мы за то, чтобы были современные европейские подходы к выполнению тех так называемых льгот, хотя я это слово с детства ненавижу. Льготы были в свое время у партийных чиновников. Вот то были льготы. А у нас это компенсация за потерянное здоровье. Протестующих тем временем становится все больше. К пикету присоединились люди с инвалидностью, чернобыльцы, шахтеры и ветераны МВД. Все вместе отправились к обмину. Хотят наш фонд социального страхования просто взять и уничтожить. Они наплодили инвалидов в праце, а с нами обращаются, ну, мягко сказано, как и с котами. Свои предложения с суммами соцвыплат передали правительству, отметив, если министр соцполитики снова проигнорирует требования, то он должен уйти в отставку вместе с подчиненными. Ну и у меня есть особистая требования. Я считаю, что премьер сегодня должен подписать освобождение заступника министра социальной политики Кранатовской. У меня есть записи телефонной разговоры, где она принижает афганцев, принижает шахтеров. Митинговали не только в Киеве. В Ужгороде военные пенсионеры провели акцию возле здания обл. администрации. Деньги на повышение пенсии и сохранение льгот найти можно, заявил нардеп Сергей Каплин. У нас есть понимание, где взять эти деньги. Речь идет о законопроекте о снятии ограничений для единого соцвзноса. То есть нардеп предлагает обложить налогами официальных миллионеров. Юлия Жешко и Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. А в Днепре недовольны тарифами на коммуналку. У с нового года вместо ЖЭКов дома в городе обслуживают три управляющие компании. Они подняли расценки в пять раз. Люди уже собрали более 10 тысяч подписей против этих цен. Сегодня они в очередной раз пришли к Гурсовету, где в этот момент проходила сессия. Однако к протестующим никто так и не вышел. Участники акции пообещали прийти на следующее заседание. Если их снова проигнорируют, они перекроют главные проспекты города. Это 658 гривен 73 копейки до сплаты. Нет, это, наверное, только тепло, да? Нет, это квартплата. Уже, наверное, проще взять тут всех и похоронить. Да, это правда. Людей. На вопрос самарскому ЖЭКу дайте отчет, что вы сделали. Потому что нам непонятны эти тарифы, договора нет, расценки завышены в четыре раза. Ответа нет. Украинские БТР в Германии. Наши военные примут участие в международных учениях. В СУ представляют десантники из 79-й и танкисты из 14-й бригады. По легенде, украинские подразделения должны провести разведку и занять определенный район. В роли их условного противника американские военные. Всего в учениях примут участие представители 13 стран, членов НАТО и их партнеров. 33 раза боевики открывали сегодня огонь по украинским позициям. Ранены пятеро наших военных. Самое горячее направление Луганское. Впервые за долгое время противник применил реактивную систему и тяжелую артиллерию. Дошло до 152-го калибра. Как обстоят дела на донецком направлении, узнаем от Игоря Левенка. Это 120-й прилетает. Авдеевская промзона. Ни одна ночь здесь не проходит без боя. Свист пуль и выстрелы из гранатометов для этой местности уже повседневность. А вот сегодня оккупанты уж слишком активны. В 6 утра ударили еще из запрещенных калибров. Бой был интенсивный. Двился еще раз повторяю час. Интенсивные стрельбы, интенсивное накрытие артиллерии, минометом. Десантники после беспокойного утра тщательно чистят оружие. Врага пришлось успокаивать. С утра противник открыл огонь из артиллерии, минометов. Использовал весь арсенал стрелкового оружия. Наши десантники вынуждены были отвечать. Сделали они это эффективно. Теперь у врага на одно укрепление меньше. Один блиндаж боевиков сгорел. Армейцы уверяют, каждое движение врага не остается незамеченным. Наемники бьют из минометов и получают достойный ответ. Беспокоят и вражеские снайперы. У нас антиснайперы тоже работают нормально. Не хуже их, а даже лучше. Так что боремся. Не тоже в силах своих возможностей, а даже выше. В минуты затишья бойцы занимаются хозяйством. Пора весеннее. Время обрабатывать огород. А в блиндаже ребята нарезают торты. Старшине Петровичу сегодня исполнилось 42. Именинник в хорошем настроении. Несмотря на громкие приветы с той стороны. Пару раз просвистело над головой. Мы так почувствовали, как они... Дай Боже им не ладно. Несколько минут на поздравление и десантники расходятся по боевым постам. Враг снова начинает обстреливать промку. Армейцы сопровождают нас в безопасное место. Из прифронтовой Авдеевки Игорь Левенок, Евгений Пахальчук, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. Арт-реабилитация. Такой способ восстановления ветеранов АТО предложила художница Зинаида Кубар. Цель проекта благотворительной организации Арт-рехаб, одним из основателей которого она является, психологическая помощь для тех, кто прошел войну. В основе метода техника красной нити. Это художественные фольклорные практики. На разработку и усовершенствование этого проекта понадобился год, а на изучение всех обрядов целое десятилетие. Уже готова целая команда тренеров, которая займется переселенцами и родственниками погибших. Самое доследжуючи и все наши обряды, и те, что повязано с духовной культурой, я нашла, что это имеет большую сакральную энергию для того, чтобы гармонизировать не только свой внутренний стан, а также можно влиять на любые процессы, которые происходят вокруг. То есть, во всем, не только в мистецтвии, закладен символ. И именно эта техника, которую я предлагаю, для того, чтобы работать с волонтерами и военностями, которые возвращаются в зону АТО, есть в основе символ, который мы создадим инструментами творчества. Я скептично, сначала до этой методики поставился, хотя знаю, что такое арт-терапия, и знаю, насколько она эффективна. Но, пройшивши эту методику, какие-то вопросы, на самом деле, вырешивались. Например, почему бы вы работали здесь? Ну, у меня была образа на одну людину, и она, значит, не изменилась. Оплоты для Таиланда. На Харьковском заводе имени Малышева закончили сборку последних шести танков по контракту с вооруженными силами этой страны. Договор Укрспецэкспорт подписал еще в 2011-м, но фактически всю партию техники выпустили за последние два с половиной года. Шесть боевых машин с окраской «Тропический пиксель» выставлены в цеху, где проходила финальная сборка. Водитель-испытатель показывает, как оборудовано место наводчика. Это дневной прицел. Здесь у нас конвейер с боеприпасами. Ходит по кругу, поднимается все в автотематическом режиме. Испытатели говорят, Оплот на сегодняшний день одна из лучших боевых машин в мире. Для работы в «Тропиках» танки оснастили кондиционерами. До пяти метров глубина преодолевания водной преграды до пяти метров. И брод преодолевают без подготовки до метров восемьдесят. Контракт на поставку танков вооруженным силам Таиланда подписали еще в 2011-м. Но большую часть заказа удалось выполнить лишь за последние два года. Была бы значимая перерва. Были ска 50 танков, и два ремонтно-эвакуационных машины, которые вы видели атлет, также поставлены на тренажеры, на данные послуги с навчанья. Контракт с Таиландом, говорят, на заводе позволил возродить умирающее предприятие. В Укроборонпроме обещают новые заказы уже для украинской армии. Мы будем делать и БТР-3, и БТР-4. Сейчас для этого приобретено все оборудование, стенды, опрокидыватели. Оплот будет для Украины, и будет легкобронированная техника тоже для Украины. Госзаказы ждут и на Хартроне. Предприятие производит продукцию ракетно-космической, железнодорожной, энергетической и оборонной промышленности. Выпускают и уникальную электронику. Продукцию уже ждут в Казахстане и Беларуси. Загрузка Хартрона и завода Малишева – это новые рабочие места. За минулий рік створено 4000 мест на заводах. Тому надзвичайно важливо, чтобы производство имели свои заказы, люди от этого имели заработную плату и уверенность, что в них будет работа и уверенность о своем хорошем будущем. Тому мы делаем все, чтобы співпрацювать и с органами государственной влады, выносить проблемные вопросы на уровень Кабинета Министров Украины, також користуемуюся підтримкою президента Украины. В этом году впервые за 20 лет государство планирует вложить деньги в переоснащение завода Малишева. А уже через месяц эти оплоты отправят заказчику. Светлана Шекер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер Харьков. Украина призывает Россию освободить украинских политзаключенных. Киев готов передать Москве россиян, осужденных за преступления против суверенитета и территориальной целостности Украины, в списке на обмен 23 гражданина РФ, которые принимали участие в конфликте на Донбассе. Однако российская сторона отказывается от этого предложения. Как сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Герасченко, процесс обмена блокируют также и боевики, требуя от украинской стороны включить в списки на освобождение бывших беркутовцев. Мы на сегодня имеем больше 60 украинцев в тюрьмах Российской Федерации и крымских татар. Вот, в целом списке, он больше 60 человек. Россияне, фактически, не дали никакой ответственности на эти пропозиции. Стоят, что нас там нет и закрывают очи на своих гражданах. Их даже консул не отбудает. Мы хотим апелевать и тут, до всех наших коллег европейских с закликом. Будь ласка, обратитесь до Путина, до российской влады с проханием напередуне чемпионата света с футболом помиловать украинских граждан, которые находятся в тюрьмах Российской Федерации. О конфликте на Донбассе говорили сегодня и в Страсбурге. На сессии ПАСЕ подняли вопрос внутренних переселенцев. О чем рассказала украинская делегация, узнаем от Ирины Ивановой. Гуманитарные нужды и права внутренних переселенцев в Европе. Дебаты по таким названиям прошли сегодня в сессионном зале ПАСЕ. Докладчик по этому вопросу, представитель Польши, утверждает, что таких нуждающихся в Европе 4 миллиона. В нашей делегации уточняют, почти треть из них украинцы. Мы имеем наибольшую цифру внутренних переселенных людей после Другой святой войны. На сегодня миллион семьсот тысяч граждан Украины зареистрированы как внутренние переселенные люди. Очевидно, что большая часть этих людей регистрируется для того, чтобы получать выплаты, получать пенсии, социальные выплаты на территории Украины, потому что на окупованной территории не работают украинские банки. В стенах ПАСЕ наша делегация призвала Европу помочь Украине решить самые острые проблемы переселенцев. Например, с льготным кредитованием жилья. Пока что такую программу Украина в силу экономических проблем самостоятельно осилить не может. Также на уровне минских договоренностей официальный Киев пытается добиться того, чтобы все временно перемещенные граждане получили право голоса и потом, после деоккупации, выбирали новую власть на своей земле. Еще одна проблема в центре внимания депутатов защита журналистов. Дискутировали в частности о нераскрытых громких убийствах представителей СМИ на Мальте и в Словакии. Мы должны исключить безнаказанность для тех, кто нападает на журналистов и гарантировать представителям прессы лучшую защиту. Это единственный способ убедиться, что мы устраняем риски для демократии, потому что нападки на журналистов и риски для них это нападки и риски для нашего свободного общества. И журналисты, мужчины и женщины несут за эту свободу огромную ответственность. В свою очередь наши делегаты обратили внимание Ассамблеи на закон, обязывающий антикоррупционеров, в том числе журналистов, которые занимаются расследованиями, декларировать свои доходы, что является давлением на СМИ. Впрочем, в мировом рейтинге свободы слова, который сегодня презентовала организация «Репортеры без границ», Украина на один пункт улучшила свой прошлогодний показатель 101-е место среди 180-ти. Лидерами рейтинга являются Норвегия, Швеция и Нидерланды. Из Страсбурга Ирина Иванова, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. Генпрокурор Украины Юрий Луценко, который уже второй день общается с еврочиновниками в Брюсселе, заявляет, что заручился поддержкой европейских политиков. Он пообещал облегчить жизнь украинскому бизнесу, закрыть коррупционные дыры, в том числе реализовать антикоррупционную реформу. Юрий Луценко, снижение коррупции на митнице и снижение коррупции при доступе до лицензии на природные богатства через открытые аукционы. Уже в июне Европарламент должен проголосовать за выделение макрофинансовой помощи для Украины. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк. На заседании Комитета экономики и финансов Европарламента он призвал депутатов поддержать Киев. По словам министра, условия для выделения помощи в этот раз могут сформулировать более конкретно, чем в прошлом. Напомню, Украина не получила последний запланированный транш от ЕС в конце 2017 года, так как не все условия были выполнены. У нас была 21 треба для траншу. 21 треба. Мы сделали 17. Продолжение очень короткого времени мы еще сделали 2. Мы также обратили внимание на то, что у нас должны быть какие условия, кондиционализация, они должны быть очень конкретно сформулированы. Потому что тогда мы понимаем, как мы будем их выполнять. В Херсоне убит известный бизнесмен Игорь Пащенко. По предварительным данным, неизвестный несколько раз выстрелил в него из пистолета и скрылся. Охранник Пащенко ранен. Сейчас он в больнице. По информации местных СМИ, у бизнесмена был конфликт с бывшим мэром Херсона времен Януковича. Это одна из версий преступления. О других сегодня в Киеве рассказал глава Трансполиции. В сети появилось видео разгона табора ромов на лысой горе в Киеве. На кадрах видно, как люди убегают от толпы преследователей. Некоторые пытаются обороняться подручными средствами, а в сторону ромов распыляют неизвестное вещество из валончика. Напомню, в прошлую субботу представители националистической организации СИ-14 разогнали табор ромов на лысой горе, а затем сожгли их палатки. Активистов возмутил мусор, которым был завален парк. Черкассы снова на пороге мусорного коллапса. С прошлой недели площадки в городе переполнены, возле контейнеров растут горы из отходов, людям просто некуда их выбрасывать. С начала года эта ситуация повторяется уже в третий раз. В чем причина, узнаем от Станислава Кухарчука. В этом дворе местные жители своими силами провели субботник. Говорят, на тротуарах и возле подъездов чисто, как дома. Чего не скажешь о мусорной площадке. Отходы не вывозили с прошлой недели. Дни в... из десять. Дни в десять. Да, из десять. И ветер развивает по всему дворе. Все. Антисанитария, мухи все будут. И такая ситуация почти по всему городу. Фирма-подрядчик, которая вывозит отходы с 2010 года работает с перебоями. Баки забиты. Мусоровозы в городе теперь хоть и редкость, но нам удалось увидеть один из них. Бригада жалуется. Из необходимых восьми машин половина ремонтируется. А виной всему дороги. Старая техника не выдерживает чрезмерных нагрузок. Водителя едут и не знаю, в чем они вернутся с того полигона. Может по дороге машина поломаться. Или что-то оторвется, или еще что-то. Вот этот мусоровоз фирма-подрядчик не спешит чинить. Он почти неделю стоит на обочине под Черкасами. Судя по следам от шин, машина на скорости слетела с дороги. Дворнику Владимиру приходится вручную утрамбовывать отходы в контейнеры. Ведь по договору мусоровоз не забирает то, что разбросано вокруг. Вот это говорят, поскидайте его, заберут и все. А тогда что хотите и делайте. Вертайте его в кучу. То же, как нас скидают, если много, то я на кучу его, и тогда на экскаватор. За несколько месяцев подрядчик уже трижды доводил Черкассы до мусорного апокалипсиса. В управлении ЖКХ говорят, представители фирмы не раз обещали, что ситуация не повторится. Они давали слово, что они оновляют парк, проведут капитальный ремонт техники, и все выравняется. Мы все-таки будем инициировать, чтобы Черкасская служба чистоты, так как замовник послуг провела тендер и вызначила нового переможца. Но для тендера нужно разорвать договор с нынешним подрядчиком, который владеет не только мусоровозами, но и контейнерами. Своей же техники и баков у черкасских коммунальщиков нет. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер Черкассы. И уже третий месяц черкасский суд не может рассмотреть иск местного юриста к телеканалу Интер. Причина разбирательства наш материал о том, как группа коллекторов выживает людей из собственных квартир. С руководством адвоката Сергея Гартингера после серии сюжетов его лишили адвокатской лицензии, а сам он обратился в суд с иском о защите чести и достоинства. Одним из ответчиков по этому делу выступает героиня нашего сюжета Тамара Панченко. Гартингер отобрал у нее квартиру, точнее не у нее, а квартиру отобрал у ее свекрови, но женщина смогла вернуть жилье. Ни на одно из подготовительных заседаний адвокат не явился и сегодня судья назначил рассмотрение дела по сути на 7 мая. Очередная вспышка кори в Украине. По данным Минздрава, за минувшую неделю заболели более тысячи человек, и хотя большинство это по-прежнему дети, в ведомстве говорят о росте количества заболевших среди взрослых. О ситуации в регионах расскажет Марина Коваль. В Львовской области в больницах с диагнозом корь сейчас находится 117 человек. Большинство из них дети, у некоторых осложнения. 30 человек запалены легенд пневмония, решта перебывают в состоянии средней важности. Поступают, как правило, тогда, когда выникает высыпь и высокая температура 38-39. Среди заболевших работники вот этого завода по изготовлению кожаных сидений. Вам не позволяло ничего снимать. Инфекция здесь распространилась молниеносно. Еще на прошлой неделе больных было лишь несколько человек. Единственный способ борьбы с корью вакцинация. Для взрослых доза стоит около 300 гривен для детей бесплатно. Но многие родители не прививают детей принципиально, говорят врачи. Бояться нужно болезни, а не вакцины. Потому что вакцина на сегодняшний день в всем мире есть препарат наиболее гарантированной качества. На этой неделе увеличилось количество больных и в Закарпатии. В Тячевском районе корь подхватили 10 учеников одной школы. Мы зарегистрировали 1941 выпадок коры. Это пятая часть всех зарегистрированных выпадок коры в Украине. То есть показатели заболевания в Украине. Если бы детям и взрослым вовремя делали прививки, эпидемии удалось бы избежать, уверены врачи. В отличие от Львовской области родители в Закарпатии более охотно прививают детей. Сейчас в области с прививками от кори уже 95% шестилеток и 70% годовалых малышей. Марина Коваль Галина Якушко Юрий Ковалев Юрий Голубенко Подробности телеканал Интер Дешевые кредиты и поддержка отечественного производителя. Такой рецепт возрождения украинского животноводства предлагают в радикальной партии. Ее лидер Олег Лешко сегодня побывал на одном из предприятий в Черкасской области. Политик возмутился отсутствием господдержки, из-за чего количество племенных быков в этом хозяйстве уменьшилось в пять раз. По его мнению, при необходимом финансировании фермерские хозяйства могли бы стать одним из столпов экономики. Минимум 5000 гривен дотации на каждую корову в сельском дворе. Потому что внасвязь того, что сегодня мизерная цена на молоко, люди просто вырезают коров. Поэтому мы пропонуем державные программы дотувания тваринства, чтобы украинские коровы были, а не импорт нам завозят. Мы пропонуем запроводить сбор на сыровину, которую вывозится. По году выраховывали это додатково 10 миллиардов евро. И эти деньги спрямовать на отборение тваринства в село, сельским семьям, чтобы коров держали. Загадочная смерть в больнице Запорожья. Информации об этом инциденте немного. Известно лишь, что неизвестный облил парня жидкостью с едким запахом. Но пострадала 27-летняя девушка, которая проходила мимо. Она потеряла сознание, пришлось вызвать скорую, но спасти пострадавшую не удалось. Она умерла в машине скорой помощи. Кто нападавший, что за жидкость он использовал, сейчас неизвестно. В больнице происшествия комментировать отказались и молчат пока в полиции тоже. Здесь были все и полиции, и МЧС, и скорую помощь вызвали, потому что, к сожалению, молодая женщина, которая шла до времени, как раз в самый пик распыления, произошла реакция у нее на это вещество. Реальная политическая дружба или показуха? В Европе обсуждают визит в США Эммануэля Макрона. Президента Франции в Белом доме принимали более чем тепло. Есть ли у визита политические результаты, и кто следующим приедет из ЕС на переговоры к Трампу? Узнаем от Татьяны Лагуновой. Государственные визиты обязательные по протоколу красная дорожка, воинские почести, праздничный банкет, а также необязательные от себя похлопывания по плечу, объятия и даже поцелуи в щеку. Несколько дней мир наблюдал, как Дональд Трамп показательно демонстрирует политическую симпатию к Эммануэлю Макрону. Да что там, лидер Белого дома даже пылинки с гостя сдувал. Ну, почти пылинки. Это большая честь принимать вас. У нас особенные отношения. А давайте я перхоть тут у вас уберу совсем чуть-чуть. Мы должны сделать его совершенным. Он идеален. Итог визита десятки удачных фото и эпитетов, которыми журналисты пытались описать дружбу Трампа с Макроном. А вот политических результатов почти нет. Компромисса по спорным темам, ядерная программа Ирана, Сирия и американские пошлины на импорт стали и алюминия достичь не удалось. Это теперь задача для следующего гостя из Европы. Небольшая передышка и новый визит в пятницу в Белом доме ждут Ангелу Меркель. Канцлер Германии едет с рабочим визитом без помпы и почестей. Хорошо будет, шутят немцы, если Трамп вообще пожмет Меркель руку. Во время прошлого ее приезда хозяин Белого дома не услышал настойчивые просьбы журналистов сделать это для протокольного фото. В Берлине, впрочем, на эти неприятные мелочи особого внимания не обращают. Политологи объясняют, канцлер любит не обниматься, а решать вопросы. И предполагают, возможно, Меркель и Макрон специально так расписали роли в своем европейском тандеме. Дескать, сначала президент Франции очаровывает Трампа, а потом приезжает канцлер Германии и уговаривает его. Так ли это станет понятно после визита Меркель, когда прозвучат или не прозвучат политические заявления? Возможно, в том числе и по Украине. Во время визита Макрона эту тему, по крайней мере, публично не поднимали. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов, подробности немецкое, бюро телеканала Интер. Для того, чтобы украинский вопрос был на повестке дня во время переговоров мировых лидеров, официальный Киев должен не только обращаться к международным партнерам с просьбой о помощи и поддержке, но и демонстрировать реальные результаты в борьбе с коррупцией. Об этом заявляют оппозиционеры, отмечая при этом, что в частности в экономике результатов пока не видно. Украинская тематика, к сожалению, уже ушла с первой ленты, с первой позиции, потому что есть определенная усталость со стороны европейцев, американцев от Украины, даже не от Украины, а от позиции сегодняшней власти, которая подменяет реформы грабежом национальных ресурсов, масштабной коррупции. И европейцы, американцы видят, что требуя помощи сама сегодняшняя власть, подобного рвения в достижении успехов в борьбе с коррупцией и в проведении реформ не проявляет. И наша задача показать, что мы сегодня можем снять эту власть, сменить ее и сделать так, чтобы страна была предсказуема. Без права на помилование датского изобретателя Петера Мацена приговорили к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки. Все детали этого загадочного и жестокого преступления, знает Светлана Чернецкая. Это последняя фотография Ким Валь. Ее сделали в тот злополучный день, когда шведская журналистка отправилась в плаванье за очередной историей. Ей было очень интересно встретиться с Петером Маценом, датским изобретателем, основателем компании по строительству пилотируемых космических кораблей. Мацен также построил три подводные лодки, в том числе и эту, «Наутилус», сверхмалую субмарину, погрузиться в которой он и предложил журналистке. Та без раздумий согласилась. Для нее было важно встречаться с людьми, о которых она писала, работать в полях, разговаривать на улицах, а не просто искать информацию в интернете или общаться по телефону. Она побывала в очень многих местах, и мы совершенно не переживали, когда она отправилась в Копенгаген. На следующий день Мацена спасли в открытом море, после того, как субмарина затонула, а спустя 11 дней велосипедист заметил в прибрежных водах изуродованное туловище без головы и конечностей. Голову женщины нашли только через полтора месяца. Она была в сумке с привязанным грузом. Мы сумели доказать, что Мацен хорошо подготовился к убийству журналистки. Он принес на субмарину различные предметы, с помощью которых мог подвергнуть пыткам и сексуальному насилию. И суд подчеркнул, это было запланированное, жестокое и циничное убийство женщины, которая работала журналистом и совершенно ни в чем не виновата. В ходе следствия Мацен трижды менял показания. Сначала уверял, что высадил журналистку на берегу живой и невредимой. Потом сообщил об ужасном инциденте на борту. Дескать, ее случайно ударило крышкой люка. В конце концов сознался, что расчленил, но умерла она якобы от токсичных испарений. Эта история потрясла Данию за последние 10 лет к пожизненному заключению в стране приговорили всего 15 человек. Судья назвал Мацена манипулятором с признаками нарциссизма и психопатии. Ну а адвокаты-изобретатели собираются оспаривать приговор. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин, подробности Европейское бюро телеканала Интер. Что украла в супермаркете глава правительства Мадрида? Почему снять квартиру в Пальма-де-Майорке больше не получится? И за что японцы не взлюбили южно-корейский десерт? Обо всем этом прямо сейчас. Криминальное прошлое глава регионального правительства Мадрида Кристина Сифуэнтес ушла в отставку из-за обвинения в краже из магазина. СМИ опубликовали видео семилетней давности. На кадрах видно, как она достает из сумки и отдает охраннику супермаркета две баночки крема. На прошлой неделе еще один скандал. Как оказалось, подписи на университетском дипломе политика поддельные. Сама Сифуэнтес происходящее назвала компанией по смещению ее с должности. Кроссовки из жвачки создали в Амстердаме. Материал собрали прямо на улицах. После переработки из него получили синтетический каучук и пустили на подошвы. Верхняя часть обуви из кожи. Разработчики выяснили, ежегодно к тротуарам нидерландской столицы прилипает полтора миллиона килограммов жвачки и чтобы отодрать ее местные власти тратят миллионы долларов. Панацея от туристов в городе Пальма-де-Майорка с июня запретят сдавать квартиры отдыхающим. Такое решение в Испании принимают впервые. Причина из-за туризма растут цены на аренду и для местных жителей. Большинство квартир сдаются без лицензии. К тому же горожане жалуются на постоянный шум и мусор который оставляют приезжие. Защищать не машины а ключи от них решили поляки. Воры научились копировать сигналы которые постоянно отправляют автомобилю брелок владельца. Поэтому разработчики решили установить на ключи систему блокировки таких сигналов. Чтобы ее включить достаточно дважды нажать на брелок. Стоит такое чудо техники 120 евро. Спорный десерт. Япония выразила протест Сеулу из-за мангового муса который собрались подавать на встречи лидеров Южной и Северной Кореи в пятницу. На шоколадном украшении изобразили корейский полуостров и острова Лианкур. Они южнокорейские но претендует на них и Япония. Пожаловались в Токио и на стулья для президентов. Там нарисована такая же карта. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера. Доброй ночи и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин